приветствую всех студии ольга неоплитанская вы смотрите раменское телевидение и эта программа ваше здоровье друзья вы сегодня чистили зубы а вечером будете чистить знаете еще я знаю что чистить зубы надо и с утра и вечером а еще про зубы можно разговаривать со специалистами а у нас сегодня есть такой студии у нас сегодня студии артур хачатрян хирург имплантолог представитель стоматологии династии врачей поговорим об очень важной теме теме которая волнует многих но прежде чем мы будем развеивать мифы об имплантации давайте поговорим о ситуации вообще вот а стоматологии никаком уровне сегодня стоматология в нашей стране как вы считаете эти вообще очень хороший вопрос мне он нравится потому что есть что на него ответить на самом деле уже есть такой миф то что все лечатся в европе уезжает туда может быть в каких-то аспектах медицины это еще актуально по отношению к нам но стоматология в россии на данный момент ничем не уступает европе это во первых а во вторых я бы сказал если сравнивать не брать выборку самые лучшие стоматологии самые плохие а вот средний в россии это даже лучше во многих городах по крайней мере очень большая конкуренция у нас и конкуренция порождается что то что ты усовершенствуешься ты учишься закупаешь лучше оборудование лучшие материалы и все это перерастает в качество есть очень перспективная тенденция сейчас это цифровая стоматология многие которые протезировались помнят когда делают съемный протез либо обточили зуб под коронку раньше снимали силиконовые слепки сейчас от этого многие стоматологии уже отошли есть интраоральный сканер то есть внутри ротовой сканер по-русски скажу который проводит сканирование зубных рядов мы получаем цифровую модель челюсти в компьютере уже все моделируем рисуем по простому скажу коронку допустим или будущий протез и все это печатается либо на 3d принтере либо фрезеруются на специальном станке и за счет этого мы ушли от неприятных ощущений во время сливка потому что но во первых это неприятно во вторых тебе там в рот какую-то ложку положили надавили и ты сидишь так три минуты у многих людей есть рвотный рефлекс из-за всего этого есть какие-то мелкие погрешности второй момент это слепочная масса она все равно даст усадку потом мы отливаем гипсовую модель из этого слепка который тоже даст усадку то есть уже сколько моментов я перечислил которые дают погрешность это все друг на друга накладывается у сканера ничего из этого нету отсканировали никакой усадки быть не может потому что это все в компьютере фрезерный станок это не рука мастера это стабильный робот который как ты задал так и сделает это максимальная точность соответственно максимальное качество и исключает какие-то проблемы в дальнейшем это говорит о том что ехать и никуда не надо все вот оно под рукой это говорит о том что уже есть обратная тенденция когда к нам едут потому что качество как минимум такое же цены более доступны но как минимум люди которые с российскими корнями которые здесь жили переехали они приезжают сюда к родственникам отдохнуть там по своим каким-то делам и заодно забегает стоматологию решить свои проблемы то есть у нас это частая история да приходит послушать как бывает то есть приходит пациент на консультацию и говорит вот я тут на две недели что мы можем сделать какие у меня есть проблемы как мы можем их решить это довольно частая история вот про проблемы сейчас поговорим я хочу всем напомнить артур хачатриан врач хирург имплантолог из стоматологии династии врачи сегодня у нас гостях мы работаем в прямом эфире а это значит артур можно позвонить задать вопрос и сделать это просто 8 496 46 1 68 68 пожалуйста не стесняйтесь звоните говорим сегодня про стоматологию про имплантацию обязательно поговорим а вот про проблемы вы сказали а вот какие основные проблемы с которыми к вам обращаются пациенты прям что-то одно выделить на самом деле сложно я бы на какие-то подгруппы это все-таки разделил есть проблемы касательно протезирования то есть когда какие-то глобальные проблемы отсутствует множество зубов уже был опыт протезирования с негативными последствиями там допустим когда-то давно делали мост зубы под ним уже испортились это все подвижный пациент приходит не просто зуб полечить а установить уже жевательную функцию этого пациенты под протезирование то есть чаще всего мы все-таки с такими проблемами сталкиваемся потому что к сожалению как это у многих у меня допустим также пока не прижмет ты никуда не пойдешь да конечно есть тенденция к лучшему многие люди уже знают что каждые полгода нужно к стоматологу на осмотр и приходить делать гигиену то есть но это в основном все-таки молодые на самом деле люди то есть они уже на 23 все верно да у них перед глазами опыт родителей дедушек бабушек там знакомых каких-то и они понимают то что зачем решать глобальные проблемы в будущем когда можно сейчас пойти полечить им маленькую точку которая не переросла в пульпит то есть не дошла до нерва и не привезла к таким последствиям чтобы зуб пришлось удалять но пока все-таки это мы помогаем с протезированием самая частая ситуация которая бывает это отсутствие нескольких зубов на одной или двух челюстях либо даже одного зуба это скажем так как самое распространенное да самое распространенное отсутствие одного двух зубов и как это происходит приходит пациент на консультацию там он рассказывает нам какая у него проблема наша задача понять как мы можем помочь и как это сделать максимально комфортно и при этом не растягивать это в долгую историю для этого нужно провести диагностику обязательно делается рентгеновские снимки это как минимум панорамный снимок но если мы говорим все-таки про протезирование это нужно трехмерный снимок то есть компьютерная томография у нас есть же конечно да конечно конечно это все у нас есть мы сделали снимок посмотрели обсудили с пациентом как мы можем ему помочь и какие есть варианты для этого поскольку все люди разные да все верно все в индивидуальном порядке да да то есть нету готового решения которое подойдет всем артур а вот ну наверное не секрет что у многих людей есть такое убеждение что во многих клиниках обманывают завышают стоимость специально назначают что-то еще и еще и еще чтобы человеку удержать и чтобы вот он в копилочку учреждения потихоньку складывал такое бывает то есть я не скажу что такого абсолютно нигде нет но это скорее исключение из правил опять же самый банальный конкуренция то есть нету таких людей которые пришли в одну клинику проконсультировались и сразу вас остались большинство людей ходят смотрят но слушают разные мнения что им говорят и если твое мнение кардинально будет отличаться от других пациент поймет то что да как минимум ему могут и подсказать в этом да во вторых зачем если ты рассчитываешь на долгосрочные какие-то доверительные отношения с пациентом зачем мы сразу начинать с обмана откровенно скажу это все равно рано или поздно скроется да может быть он согласится останется у тебя ты сделаешь ему кучу лишних процедур и на ложку меда станешь богаче да но он же узнает об этом он придет это твоя репутация как минимум пойдут ли другие люди к тебе вот она конкуренция да а вот почему-то достоимость даже если все ровно да человек сходил на консультацию в разные клиники а потом пришел к вам династию врачей горит артур ну вот я хочу сделать у вас но вот там на 200 рублей дешевле тут нужно просто понимать из чего складывается стоимость не будем брать такие вещи как оберка помещение как это все обустроено по существу то есть какие материалы используются при работе например как я недавно сказал про интраоральный сканер конечно это не дешевая вещь конечно это дороже чем сканирует чем снятие слепка соответственно цена процедуры будет выше второе персонал должен уметь работать над этим это тоже определенные затраты которые закладываются сумму знания опыт профессионализм врача тоже немалое значение формирование цены играет роль комфорт наверное тоже одна да комфорт сервис который тебе тоже доставляет ты можешь прийти в клинику где тебя по телефону записали на непонятное время ты сидишь час ждешь в итоге попал не к тому доктору и никто не в курсе что тебе нужно сделать либо ты можешь прийти в назначенное время тебя в назначенное время приняли все от и до рассказали у тебя не остается никаких вопросов и ты понимаешь что тебе сделали именно то что тебе нужно было ну вот так как правильно выбрать клинику на что обратить внимание ведь я уверена что у вас есть пациенты которые уже все равно сколько это стоит я пойду к артуру потому что я могу ему доверять потому что и мне не страшно потому что мне не больно да но это на самом деле в вашем вопросе и один из основных ответов это доверие то есть клиника и врач в частности должен вызывать доверие если у вас получается на первичной консультации то есть при знакомстве при общении обсуждение решение ваших проблем какой-то коннект наладить это уже хорошо если доктор может донести свою мысль то есть я тоже могу сесть умными словами из учебников говорить но кто меня тогда поймет то есть тут нужно не стесняться объяснять простыми словами допустим про имплантант когда все говорят имплантант многие представляют зуб а имплант это металлический штырек который под десной спрятан это только опора для будущего зуба я таки пациентам говорю то есть имплантант это фундамент сначала возводим фундамент чтобы потом на нем что-то построить и обычно все сразу понимают что это какие этапы то есть два этапа сразу пациент понимает хирургический ортопедический и также проговариваем сроки ну найти своего врача это все-таки дорогого стоит и во всех мне кажется планах просто когда ты уже понял что этот человек тебе помогает и ты с ним на одной волне то здорово мне подсказывает у нас есть звонок давайте послушаем давайте здравствуйте говорите пожалуйста в эфире здравствуйте ольга вот если пломбы у меня стоят достаточно давно стоит ли их менять на новые чтобы они более свежие зубы спасибо вам за вопрос очень приятно что вы нам позвонили да смотрите тут на самом деле нужно посмотреть если у вас пломба стоит хорошо и нету никаких зазоров между зубом и пломбой нету никаких вторичных кариозных процессов то в этом нет необходимости но если допустим вы в зеркало посмотрите увидите четкие границы между пломбой и зубом и то что эта граница окрашена это уже намекает о том что пломбу не то что можно было бы а нужно уже менять а ее вообще меняют обычно я думала ждешь когда это вот про это я и говорю пока не прижмет пломба даже самая хорошая самая современная у нее есть срок службы потому что этот материал со временем дает усадку второе как и наши зубы с возрастом стираются мы уже все таки тремами друг от друга где-то чуть больше стерлась где-то чуть больше просела и образовался зазор который у нас осел налет к этому налету прибавились микроорганизмы которые свое дело сделают скажем так понятно но раз вот мы уже так подходим к этой теме хочется про мифы и про правду давайте вы как специалиста будете развеивать мифы а мы будем вам верить я для всех хочу напомнить что сегодня у нас в гостях Артур Хачатырян хирург имплантолог стоматологии династии врачей Артур разбирается в имплантации и сейчас мы будем развеивать мифы и так имплантация как красная тряпка это дорого это дорого это дорого относительно да да это не самое дешевое удовольствие будем говорить прямо но все познается сравнение с чем мы будем сравнивать допустим у нас удален один зуб если сравниваем ходить так и никогда ничего не делать или поставить имплантант имплант поставить дороже но если мы говорим про то что есть проблема ее нужно решать чтобы не было каких-то долгосрочных последствий они будут это однозначно как минимум будет уходить костная ткань будут смещаться соседние зубы потом это разгребать еще дороже будет то есть если изначально проблему можно было решить одним имплантом если мы это затягиваем нам уже нужен не только доктор имплантолог и доктор ортопед нам еще нужен уже доктор ортодонт который будет раздвигать зубы нам нужно будет те зубы которые сдвинулись потом брать под керамические накладки чтобы они смыкались правильно и только после этого мы уже говорим про то чтобы восстановить отсутствующие зубы все накручивается друг на друга второй момент допустим поставить мастовидный протез старая добрая классика которую раньше использовали и сейчас на самом деле тоже используют что для этого нужно обточить два соседних зуба а это будет очень обидно если они абсолютно здоровы изготовить три коронки и это еще если повезет можно будет обойтись без удаления нервов этих зубов то есть мы делаем три коронки это определенная сумма которая сопоставима стоимостью одного импланта и одной коронки в некоторых случаях может даже дешевле вышло бы и в чем экономия вопрос по сумме а вот еще человеческие нервы вот это же тоже а это тоже сходить к стоматологу не каждый морально может там взять и сказать все я иду такая проблема есть у многих даже мы волнуемся перед приемом скажем так буквально недавно вот гигиены делали все равно волнительно на самом деле я тогда задумался хорошо иногда оказаться на месте пациента потому что ты на себе все прочувствовал и понимаешь где ты прием можешь более комфортным сделать страхи это никому не секрет откуда это все взялось из нашего прошлого когда из анестезии было только доброе слово и в принципе на этом все но сейчас сейчас это уже совершенно не те времена нет анестезия очень хорошая не больно абсолютно какие-то неприятные лечения неприятные ощущения конечно есть но это связано просто с тем что у вас во рту работает и все но не а так совсем не больно конечно нет ведь я знаю что бывают такие люди которые жутко боятся боли даже моя подруга говорила мне о том что слушай а нельзя я на порог зайду мне вколят укол я усну и и протусь уже когда это совсем будет здорово такое тоже есть такое тоже есть у нас в клинике активно применяется и не только у нас одним из самых востребованных сотрудников стоматологической клинике как бы это для некоторых необычно не звучало это доктор анестезиолог есть такая услуга седация называется то есть это не наркоз как многие путают это не такая страшная история когда пациента полностью выключают подключают к аппарату ИВЛ в этом нет необходимости вводится препарат специальный который вводит пациента в медикаментозный сон поверхностный он спит мы работаем он проснулся мы закончили идеальный вариант если совсем страшно да это на самом деле решение многих проблем потому что многим страшно это никуда не делось это всегда будет на самом деле второе есть лечение которое банально длительное то есть есть процедуры когда пациенту приходится в кресле просидеть 6 часов мне 40 минут на гигиене было тяжело сидеть например а как человек с этим справится тут тоже седация потому что это время пролетает мимо конечно седация может быть разной глубины смотря какая процедура если это не что-то хирургическое это максимально поверхностное пациент не спит но он в полусонном состоянии он просто не замечает эти 6 часов для него это как минут 30 было посидеть то есть если человек совсем боится или там не уверен в себе но он понимает что ему надо он просто приходит первый вопрос седация есть? да есть все разговариваем дальше хорошо то есть из этого я поняла что имплантация это не больно это миф верно и еще один вопрос если сделал имплантацию больше не нужно посещать стоматолога правда ли миф? ну конечно это выбор пациента не посещать стоматолога но он рано или поздно столкнется с тем что мы этот имплантант удалим и скорее всего не только имплантанты а еще и какие-то зубы я всегда пациентам говорю что вот как мы должны ухаживать за своими зубами за любой конструкцией будь то имплант или просто коронку ухаживать нужно в два раза лучше если не ухаживать за своими зубами с ними будут проблемы если мы не ухаживаем простите вас перебью мне говорят у нас есть звонок давайте послушаем здравствуйте говорите пожалуйста вы в эфире да добрый вечер здравствуйте меня зовут Татьяна вот я хотела бы доктору задать вопрос мою маме 65 лет вот она сейчас мучается съемные протезы которые сделали в поликлинике они у нее никак не держатся хотела бы у доктора совета попросить может быть есть ну чем-то можно их чтобы они держались или может быть вот он про импланты вот рассказывал может быть что-то из этого можно подобрать Татьяна спасибо за вопрос Артур вам слово очень интересный вопрос часто очень проблема когда долгое время отсутствует зубы кость у нас уходит и съемному протезу априори не за что держаться а если еще и кости практически не осталось то мы его просто кладем на десну перекрестиваемся и надеемся что он будет держаться решение это имплантация есть такая замечательная методика называется все на 4 ее очень давно разработал португальский доктор один суть в том что устанавливается 4 имплантант в те места где кость по природе всегда есть чаще всего для такой процедуры костной пластики не требуется и на эти 4 импланты фиксируется протез причем одно из преимуществ этой методики то что мы не ждем пока приживляются импланты чаще всего это в день-день изготавливается временный протез который мы прикрутили комплантом и самостоятельно его уже не снять то есть это такая история то что пациент зашел в кресло ой сел в кресло стоматолога со съемным протезом а ушел уже с несъемной конструкцией ух ты а это чтобы это произошло что нужно сделать записаться на консультацию сделать кт снимок у вас в том числе у нас ну тут просто про что вот если мы сейчас рассказали допустим наши слушатели и зрители решили так поступить они пришли к вам в династию врачей сказали мы по телеку видели или там слышали по радио а дальше все уже процесс запущен да да то есть нужно просто обратиться и это все реализуемо значит кт а дальше а дальше выбрать удобный день прийти и уйти зубами ну то есть вот кт и тот день в один день не бывает нет почему же это все на первичной консультации то есть пациент пришел мы пообщались сделали кт это все у нас здание никуда ходить дополнительно не нужно две минуты подождали оно загрузилось мы смотрим на условия если у нас все хорошо уже можно планировать операцию выбирать дату когда это будет проводиться и записываться а возраст пациента имеет значение вот 65 лет прозвучало это вообще не проблема изначально эта методика была разработана для пациентов 70 плюс то есть спокойно как в 70 так и 80 единственное когда пациент возрастной приходит мы рекомендуем чтобы это было под седацией потому что доктор анестезиолог контролирует полностью все показатели начиная от сатурации пульс давление также подключается аппарат агг смотрит ритм сердца чтобы у нас никаких проблем априори не могло быть пациент звучит здорово не представляю сколько стоит но звучит очень хорошо мы говорили до звонка о том что вот после имплантации можно и не посещать нельзя каждые полгода обязательно если мы хотим чтобы все это долго служило ну вот смотрите стоит имплант отлично как понимать что скоро срок подходит ведь одни заменяются другими вообще имплантант он рассчитан на то что он с нами остается до конца жизни конечно не всегда так выходит но к этому нужно стремиться в идеале это должна быть история то что мы установили имплантант установили на него коронку и лет через 20-30 когда пациент приходит мы должны поменять только коронку по той же простой причине как я говорил все стачивается все меняется и у всех материалов есть срок службы даже у самых лучших если кто-то имел неудачный опыт вот где-то там когда-то там попробовал не получилось не зашло не прижилось я не знаю какие еще причины бывают сейчас слушают нас понимают что может рискнуть еще разок что таким людям скажете нужно разобраться в ситуации то есть нужно понять что делали почему был такой исход и как этого можно избежать если один раз был неприятный опыт это не приговор к тому то что можно ставить крестным пунктологическом лечении мне светят только съемники это неправильный настрой так же обращаемся смотрим разбираемся ситуацию и радуемся жизни дальше и крайний вопрос хотелось узнать какие ошибки чаще всего люди совершают когда вот приходят к доктору ну наверное когда они затягивают это это самая частая распространенная ошибка то есть мы говорим сейчас о том что бояться не стоит зубы по-прежнему с утра и вечером чистим обязательно и пользуемся ирригатором обязательно вот такая беседа у нас сегодня получилась артур хачатриан хирург имплантолог стоматологии династии врачей сегодня у нас в гостях рассказывал интересные вещи для тех кто не успел вдруг послушать сначала или где-то на середине присоединился к нам всегда можно посмотреть повтор это делать можно на сайте равенского телевидения ramtv.ru либо в нашей группе в соцсетях вконтакте в чате телеграмм ramtv ищите пожалуйста всегда найдете всегда посмотрите мы вам расскажем вообще очень приятно когда вы смотрите и оставляете ваши сердечки мы очень радуемся я улыбаюсь большой улыбкой артур вы будете улыбаться если вы сердечки за эту беседу вот это очень приятно мы работаем для вас друзья спасибо что вы с нами было очень здорово отвечать на ваши вопросы мы не прощаемся обязательно встретимся с вами но уже на следующей неделе и и